Всем привет! Ребят, ситуация следующая. С последнего обзора новых фильмов ужасов прошло 3 недели. За это время свежих релизов данного жанра практически не было. Появилось ну буквально несколько лент. И именно поэтому сегодня в выпуске я объединил обзор хоррор и триллер жанров. Благо последних за прошедшую неделю собралось немало. Вас прошу поддержать этот маленький эксперимент лайком. А новых зрителей, да и не совсем новых, по статистике много тех, кто хоть и без подписки, но часто возвращаются на канал, чтобы посмотреть свежие выпуски. Ребят, подпишитесь, это будет огромной поддержкой для меня. А вы будете всегда в курсе новинок, так как ни одно новое видео не пройдет мимо вас. Ну и по традиции, я не смею больше отнимать ваше время. Присаживайтесь поудобней и приятного просмотра! Открывает сегодняшний обзор Джестер. Хоррор от режиссера-сценариста Колина Кравчука, цифровой релиз которого состоялся 3 октября. Смотря на дебютные оценки от критиков со зрителями, можно понять, что лента им не особо-то и зашла. В целом, это адаптация карткометражных проектов в полноценный фильм. Где в основе сюжета лежит история двух сестер, которые переживают недавнюю кончину своего отца и замечают, что их преследует нечто таинственное и злобное, похожее на шута. Немного погодя, девушки понимают, что это не просто человек в маске, а кое-что иное намного сильнее, чем они предполагали. У Джестера, того самого шута, есть свой план. И он начинает издевательство над жителями маленького городка в ночь на Хэллоуин. А чтобы противостоять ему и остаться в живых, сёстры вынуждены столкнуться с мрачными тайнами и исправить ошибки прошлого. Дальше пойдёт речь о триллере от Гарри Аурбаха под названием «Мне нужны твои глаза». Мировая премьера была 15 ноября, а сюжет расскажет о молодой девушке, которая страдает агорофобией, расстройством психики, из-за которого появляется неконтролируемый страх скопления людей. И единственное окно в окружающий её мир – это интернет. Однажды загадочная незнакомка в сети, которая находится в смертельной опасности, просит у неё помощи. И с этой минуты главная героиня попадает в кибер-триллер, а виртуальная среда в буквальном смысле становится полем битвы, где каждый клик может иметь непоправимые последствия. Девушке придётся бороться и преодолевать свои страхи, чтобы вытащить незнакомку из этой ужасной ситуации. Оракул. Фильм ужасов, режиссёром которого выступил Даниэль Деградо. Роли исполнили Хизер Грэм и Райан Дестини. Мировая премьера была 1 октября. История расскажет о молодой девушке по имени Шейк, которая в одиночку пытается справиться со своими проблемами. И главный вопрос для неё – это быстро найти работу. Узнав о предложении присмотреть за детьми в особняке на окраине города, она тут же соглашается. И уверенная в том, что легко справиться с этой задачей, в хорошем настроении отправляется на место. Но она даже представить себе не могла, с чем ей перейдётся столкнуться. А ночная смена быстро превращается в настоящий ужас, от которого нельзя просто взять и спрятаться. Перепуганный до смерти Шейн нужно взять себя в руки и сосредоточиться на выживании, чтобы выбраться из этого кошмара. Дальше по списку фильм, который многие ждали. «Монодром» – драматический триллер, режиссёром-сценаристом которого выступил Джон Трингофф. Цифровой релиз состоялся 17 ноября. Достаточно хороший актёрский состав, в который вошли Джесси Айсенберг, Эдриан Броуди и Одесса Янг, похоже, не помог впечатлить киноэкспертов со зрителями. Сайт Метакритики выдаёт общие 48, с чем солидарны их коллеги с Rotten Tomatoes с 50%. А вот зрители оценили ещё ниже, всего лишь в 25% свежести. Но стоит отметить, что у ленты есть и достаточно хорошие отзывы. Парень Ральфи проходит для себя достаточно сложный период в жизни. Его девушка Сел беременна и совсем скоро родит, чему не особо-то и рад будущий молодой отец. Плюс ко всему он теряет работу и теперь вынужден таксовать, чтобы хоть как-то существовать. Чтобы справиться со всем этим стрессом, молодой человек начинает принимать антидепрессанты и ходить в тренажёрный зал. А однажды знакомый, с которым тренируется Ральфи, предлагает ему встретиться с людьми, которые помогут найти выход из сложившейся ситуации и вновь встать на ноги. Теперь мы знаем друг друга гораздо лучше. Доктор Джекил. Британский фильм ужасов от режиссёра Джо Стивенсона, вдохновлённый готической повестью Роберта Стивенсона. Странный случай доктора Джекила и мистера Хайда. Мировая премьера состоялась на фестивале Страха 25 августа. А всеобщий прокат хоррор вышел 27 октября. Оценок пока у него не так много, но уже сейчас видно, что в дебюте кинокритики на агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes разочарованы с 38%. Правда, зрители, похоже, совсем не согласны с их мнением со своими 92% свежести. Итак, доктор Нина Джекил добилась успеха и стала настоящей знаменитостью в фармацевтическом мире, где и заработало огромное состояние. Но однажды из-за скандала ей пришлось скрыться ото всех и вести жизнь в затворнице. Роб, с виду милый молодой человек, не так давно отбыл срок в тюрьме и устраивается на работу в особняк к Джекилу. Парень должен занять роль ассистента Нины, но вскоре сталкивается с таинственными силами и узнаёт мрачное альтер-эго хозяйки дома. Соседи всё видят. Триллер от Халли Дав, мировая премьера которого была 22 октября. История расскажет о молодой одинокой девушке, которая пытается забыть своё прошлое и начать всё с чистого листа, купив новый дом в хорошем районе. Вскоре через дорогу заселяется симпатичный сосед, и это должно быть хорошей новостью для главной героини. Но происходит страшное событие, и она становится свидетелем того, как симпатяга совершает ужасное убийство. К сожалению, её словам никто не верит. После чего девушка вынуждена столкнуться лицом к лицу со своим тёмным прошлым, полным неожиданных поворотов и шокирующих откровений. 17 ноября состоялся цифровой релиз на Netflix криминального триллера «Сторонник 2», сюжет которого расскажет о том, как недовольный официальным закрытием дела детектив рискует всем, чтобы задержать лидера огромного наркокартеля. Следя за ушедшим от полиции информатором, главный герой ввязывается в довольно непростые отношения с двумя деятелями организации. А ещё, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает группа головорезов, во главе с психопаткой по прозвищу «Большой нож». В общем, история в стиле южнокорейских фильмов, любителям должно понравиться. Разбавить сегодняшний обзор комедийный фильм ужасов «Оникс удачный» и «Талисман душ», режиссёром-сценаристом которого выступил Эндрю Баузер. Цифровой релиз был 14 ноября. Кстати, киноэксперты Натаматас оценили ленту в положительные 64, а зрители взяли ещё выше и выдали 97% свежести. Сюжет же расскажет о начинающем сатанисте Ониксе, у которого неинтересная и унылая жизнь. Но однажды всё меняется, и он получает шанс отправиться в мрачный зловещий особняк своего кумира Бартока Великого, где встречают группу таких же оккультистов. Зловещие намерения Бартока с его помощницей Фарой провести уникальный ритуал. Правда, новоприбывшие даже не догадываются, для чего же на самом деле они приглашены. «Преследуемая сводной сестрой» Драматический триллер, режиссёрами которого выступили Джон Берт и Логан Гис. Премьера в мире была 26 октября. Как заявляют создатели проекта, сюжет погрузит зрителя в мир невероятных поворотов и непредсказуемого напряжения, которое будет держать до самых титров. А история расскажет о юной 17-летней Мэдди, которая внезапно обнаруживает, что её новая, казалось бы, идеальная сводная сестра не совсем та, за кого себя выдаёт. Да ещё и обладает таинственной тёмной силой. Оказавшись в смертельной опасности вместе со своей матерью, Мэдди нужно понять, как противостоять сестре, чтобы не стать её новой жертвой. В плену Этот триллер от Нига Лорена в цифровом формате стал доступен 20 ноября. Сюжет же, основанный на реальных событиях, расскажет о девушке по имени София, которая, живя в Лос-Анджелесе, даже не думает, что с ней может что-то случиться и отправляется вечером в бар на свидание вслепую, где знакомится с виду с обаятельным парнем по имени Райн. Слово за слово, шутка за шуткой, и вот уже девушка в его машине. Сначала в салоне, а потом в багажнике. Дело в том, что за любезной маской скрывался хладнокровный похититель, работающий на тайную сеть торговли людьми, где всем заправляет некая мама, держащая всех в страхе. Так София становится пленницей, но девушка не собирается сдаваться. А чтобы выбраться из этого кошмара живой, ей предстоит переиграть опытных охотников. Дочь болотного царя Психологический триллер от Нила Бергера, снятый под наименному роману писательницы Карен Диан. Цифровой релиз стал доступен 21 ноября. Стоит отметить, что на Rotten Tomatoes зрители ленту встретили достаточно тепло, с 74% свежести. Но вот эксперты не разделяют их оптимизм, и на том же Tomatoes ставят 38%, а их коллеги с метакритики оценили в общие 46%. Напряженный сюжет погрузит зрителя в историю девушки по имени Хелена. В детстве, когда она была совсем ребенком, девочка жила с родителями далеко от людей в лесном доме. Она очень любила своего отца, который обучал ее охоте и понимать природу. Вот только мать совсем не была счастливой и жила в постоянном напряжении. Ответ на вопрос, почему же, Хелена получила в тот день, когда к хижине подъехал заблудившийся человек. А мама использовала эту возможность, чтобы сбежать. Так девочка узнала, что ее любимый отец опасный преступник, похитивший женщину и увезший ее в лес, где она родила от него дочь и все эти годы жила в неволе. Спустя 20 лет уже взрослая Хелена вышла замуж и сама стала матерью. И в ее счастливую жизнь, как гром среди ясного неба, врывается новость о том, что ее отец сбежал из тюрьмы. И теперь она со своей семьей в большой опасности. Вот такой получился сегодняшний обзор сразу двух жанров. И как по мне было достаточно интересно. На этом видео подошло к концу. Смотрите только хорошее кино и до скорой встречи.